если я своевременный я не смотрю контакт так ладно господа давайте начинать сегодня я проверю кто в этот раз рассказывают что так прошлый раз траст был поэтому по часовой стрелке влад рассказывать не знаю почему но у меня по ощущениях что по ощущениям что и в прошлый раз я рассказывал но нет нет раз ну в общем что в прошлой серии все в принципе скатилась к тому к чему она скорее всего скатывалась бы и ярмарка пиво этой замечательной реке просто взрывалась взрывалась водой пару раз несколько раз не оставив от места ярмарки ничего кроме кратера наполненного водой и поверхности которого также было некоторого рода пирамида также сделано из воды но мутно все присутствующие пережили взрыв все присутствующие меда из игроков были конечно среди крестьян и прочих прочего рода черта но как же без них ну после чего мы такие от бы разобраться что это за перемена такая ну и в общем и целом туда был послан фамильяр филистин он разведал путь узнал змея узнал что каким-то образом внутрь попав внутрь этой пирамиды ты выпадаешь помещения из кристаллов кристаллов если правильно помню такого бирюзового синего цвета ты имеешь ввиду в округе да нет похоже больше на кварц такой мутный белосиний белголубой ну вот типа типа белголубой что такое ну после чего мы все таки ну почему бы нам не приедем мы перенеслись внутрь вместе с на которой мы подплыли к этому этой пирамиде который находится в центре теперь получается маленького лодера засунув руку у нас внутри засосала потом немножко вот город и мы озвучили небольшое помещение у которого есть только одна дверь и нет такого выхода явно это была кладовка но мне ничего не было кроме нас и лодки перейдя в следующую комнату нас встречает змеи статуя которая ранее была фамилиаром узнана что это на самом деле оживающая статуя также в следующей комнате была дверь на которой была надпись которая гласила что это примерно поднесите дар змеи и вас пропустят ну и мы поднесли дар змеи в лице хавчика под хавчиком я имею ввиду наши рациона и под рационами я имею ввиду один рацион который рождён автомани положил аккуратненько перед змеей после чего дверь открылась далее мы шли в помещение в котором ничего не было кроме как двери и коридора дали мы попробовали открыть дверь и зашли в следующую комнату где был стол на котором лежало много всякого дерьма а конкретнее банка с копытом банка с кораллом банка с кузнечками банка с перьями с белыми перьями банка с сушенными грибами банка с водой банка с песком и желтым из этой комнаты лишь был еще один выход который был в комнату с другим столом на котором было некоторого рода надписи углубления и кнопка в середине да так если не ошибаюсь со змею это мне подарок было про еду такое должно говорить она королите накормили его а еще я пытался набухать но она не захотела вот обману я предлагал ей пивас но не захотела сам либо это свой пивас и так персонаж синмао шан короче буду тебя шан звать окно дублять вы специально придумывать такие на что их нереально произнести что тут нереально смотри просто разбей на три слова сум как китайцем будешь ли японс говорю как человек который немного знает китайский мало это кошка до сумма это медведь кошка медведь кошка китайское название для панды я думала как толстая переводит у людей в имя вложено больше чем блять моего персонажа в бэк это вообще но мы просто я как бы по классу варвар и взял себе тотемного духа медведя логично что мой план должен быть бойцами с духом медведя но просто медведь это сил нет скучный поэтому я решил что будет лучше взять панку сумма а шан это просто гора потому что я горный бар короче шан вот ты видел как какие-то странные люди среди них был код ходящий на двух ногах вокруг пирамиды который ты направлялся что-то делали они были на лодку вот и ты видел как не засало внутрь это заинтересовало ты решил подплыть и тоже притронуться тоже сам вместе и я тоже засало и вот такой спирали напоминает на чем-то водную горку ты какое-то время катился и вылетел вот в левом нижнем помещении на воде счастье туда кину что было проще вот ты находишься своеобразном помещении из которого есть один выход прямо выхода валяется лодка разбитая но он она целая но там щепки от нее ответили местами вот само помещение полностью состоит из таких кристаллов которые растут в разные стороны напоминает такой мутный кварц но я уже говорил это то есть такого серого белого голубоватого цвета вот что ты делаешь если что где-то в отдалении слышны какие-то звуки двигающихся кристаллах это что-то ну их передвигает вот такое трение понятно мы в хрустальном броте вызывайте на голосе эти кристаллы могут считаться каменной кладкой эти кристаллы не могут считаться каменной кладкой у меня вопрос у него есть темно зрение и слышали ли мы как там что он творчество зрения картоха и упал на землю я вышел в картоха упал на землю я же не знаю что дворов поэтому не слышали они вы не слышали вы вы сейчас в этот момент там что-то банки двигаете у вас там закрывается открывается дверь вы за это ничего не слышать пацаны дай сюда с короче не составит труда ггвп тем не менее мастер я вижу вот перед собой вот эту огромную хреновину так там сейчас не подсвечена поэтому они хотя подожди 60 до видишь ты видишь как впереди они погоди вы забрали шкуру нет там лежит тюк свернутый шкур и ты видишь как там посередине помещения лежит такую большой рулон и в нем что тоже ну что что-то свернули как будто он очень большой вот размера с тебя прежде чем двигаться дальше я осматривать странные таинственные кристаллы вряд ли я когда-либо видел что-то подобное в своей жизни природа бросок значит и природное образование да природное образование не так уж и плохо я кое-что по крайне мере узнал даже без броска не а на самом деле типа чтоб ты не бросал тысячу бросков я тебе сразу говорю какой бросить и как бы вопрос том поймет ли твои персонажи тоже рассказывайся то есть на низком ты не поймешь где-то у нас это не сэпшн и 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 сэпшн там полный че должно быть натуры это природа хотя знает и чарник там возможно этого может и не быть не смысле не может быть я же кидаю все до мнения там просто временами бывает такой момент когда просто скаучек да просто есть она можно от мудрости если хочешь пересадим скриншот у меня нет да вот пропадает так от интеллекта ты на самом деле для тебя это просто кристаллы и ты никогда с таким не встречался но что это кристаллы ты более или менее понял наверное это соль не будет да на всякий случай чтоб я более обширно тебе сказал то есть то что ты был на фестивале я вроде бы тебе рассказывал так да вот посередине образовалась такая воронка там кучу воды туда затекло и при посередине стояла пирамиды пирамид состоит из воды но внутри вот она где-то спустя сантиметр настолько мутное что ничего не различить что ты правильно понимал и она примерно какую вам говорю размер 10 на 10 метров ну короче не она очень низкая но широкая а наша она шириной то есть одна грань если что в основе квадрата у этой пирамиды где-то 200 футов в основе и высоту она где-то 10 метров лепеха да окей то что мы господин которого пока защищать у меня во время фестиваля нажавшись проклятого пива это надо упоминать ой да кто тут не умирал из-за проклятого пива вот он попробовал пиво который бесплатно раздавали у южных ворот если что и твой господин прямо ну так как ты охранник ты не пьешь пиво на работе вот и прям перед тобой получается он взорвал как моем как мыльный пузырь или как там шарик наполненный водой в разные стороны кровь и тебя и тебя смыло вот уж не только он взорвался окей туда я стараюсь тихонько я не знаю что мне здесь ждет и ожидаю подлядный как раз не делая шума может стал скинуть могу кинуть есть если такая зверка вот если что вот вот это вот красный прямоугольник это лодка там лежит но она загораживает в этом пытались от змеи прятаться на который не бухает называется профессионал стал вместе хорошо ты идешь перебираешься через лодку ну ты перебрался в этот я достаю оружие ты достал оружие какое у меня есть меч ищет я и держу собственно вы стоящий перед собой и держа оружие на битой так как мы мечтал он слог и все используйте как взяток чтобы быть первым учить колючие удары я медленно приближаюсь этой штуки я с такого расстояния уже вижу подробнее что ли такое так но у тебя природа не очень хорошая ты ты видишь что это рулон что и что-то свернуто по типу и чего-то тонкого на широкого вот и она вот так вот типа завернутого большой рулоны видимо перевязана веревкой помещение в остальном пустое помещение основном пустое с правой стороны ты видишь проход и прямо над проходом надпись на неизвестно тебе языке не сельванье дворфийский нет не деливание дворфийский я специально смотрю что у тебя за языки хорошо в таком случае я потихоньку обхожу и книгу шапки другую сторону обхожу эту штуку по кругу не пускаю и используя туман ты слышишь как в комнате со змеей потому что вы перестали двигать туда-сюда это кстати шанс слышу как и перестала тут скрежет кристаллов происходить что кто-то ходит в помещении со змеей но я так понимаю вы все в одной комнате стоим или кто там 11 но в этот момент получается филистина да в другую комнату до филистины простукивая длинные палкой и собственно плитки перед собой и и потолок перед собой она пытается фрабраться двери следующий но пока филистина там развлекается я шепотом говорю о сторону явно стоим рядом да store вот я ему говоришь типа факел на пол и быстрых дверей в спину заходят и типа устраиваю засаду что как только кто-то войдет грабить его только мне будет не видно так на пол факел смысле положи чтоб он светил но у тебя в руках так ушана давай сюда ща план капкан будет ладно я вас понял шанс продолжать чё там делаешь так ты сказал что я услышу как прекратилось шевеление кристалла да ну представь два кристалла которого так типа тру друг об друга вдоль что-то такое я думаю резервность добавить что также слышишь что-то в стиле надо громко я заделаешь мне как бы дверь дверь ну прилично так закрывалась по шуму а вот только не но теперь он только не слышит план мир лишь хорошо слышит только не согласен пусть тоже по земле останавливаются не осторожно прислушивайся и в это время попытались открыть дверь которая собственно вот сверху ты слышишь как кто-то ходит какое-то шептание в соседних комнатах и стук еще раз ты исключишь чем палкой где-то есть дерево до 6-м которым мы двигатели лодка да ты типа ты подходишь к двери это такая немного приоткрытая дверь похоже на ту которая была в комнату с вот этим чаши шикарно не открываем банк что ты открываешь ее шестом и шаны это слышит как что что-то открывает стеклянную дверь астора ты не хочешь подвинуться к двери чтоб мы засаду устроить ну я просто не знаю там клеточка такая странно нормально вставай ты просто скажи мне я стою так чтобы типа там не выглядел мы с астором не должны кинуть стелс и должны кинуть сталь скидайте пока шандал ну тогда и так в таком случае я слышал звуки с правой стороны разворачиваюсь на пятку в ту сторону и держа оружие на готове начинаю медленно как раз сначала в стенке а потом не перенеты не перебивайте человека можете порадоваться в чате шан давай серьезно минус два вопроса какомон 1 я думаю прям этот момент также филистина возвращается и и синтюн мало слышит что-то на гоблинском если он разбирается визит его не знаю гоблинский слышит неизвестный язык филистина к нам в комнату заходит да я сразу и показываю на лиц ну типа народ что типа тишина и потом пальцем тыкаю в голову типа туда говорить но она тем не менее успела сказать что в стиле а там еще один проход дверь открывается потом увидела тебя и телепортирует чё-чё большой я максимально шепотом говорю на гоблинского что типа кто-то в спину заходит прячься и намекаю что ты должна встать вот сюда типа ну куда-нибудь или за стол спрятаться она те типа кинет и доставки кинжал отвалится типа спрятать я тем временем выглядываю за угла что я вижу ты видишь к ее продолжение комнаты которые заканчиваются большим проходом направо большим проходом направо с вот этой стороны и длинным проходом вперед ты в это видишь что там какое-то помещение начинает этот проход достаточно широкий достаточно то есть он сря прям по твоей ширине я вижу что он открыт значит я могу не опасаться что ты кто-то бояться не ожидал примере пока его и а дверь это подозрительно я буду двигаться к двери шаг за шаг потихоньку потихонечку ты видишь как справа внизу открытая дверь она открыта если что из нее свет ну когда дверь открыта вот эта дверь открыта так извинилась на пол акин да и ты веришь что да оттуда валит все то есть до этого ты это не видела теперь видишь то есть я имею ввиду до этого то есть в этих помещениях света не было а вот оттуда валит свет факел действительно был мастер один из них бросил 18 20 того который бросил 18 и могу на руку так в принципе да на твой perception ты видишь как небольшая так нога чья-то выглядывает с правой стороны хорошо я не подаю знак что я заметил держа щит наготове успел из вас вспомним судьи судьи говорил если не хочешь обнести заставляя врага сражаться на твоей территории в таком случае я я должен буду сказать вот что я вас вижу это на комнате языке сказал новин войска я предполагаю что это более распространенный язык пирамиде от появив все посреди лицкой деревни некоторые которые говорят на языке там не в деревне там фестиваль типа пересечении регионе там не деревьев до территории макс я могу показать пальцем на губы что астру типа чтобы он не отвечал мой всякий случай и от него не раскроет стелс не раскроет ну вот я показываю я вижу и легонечко тела если что можете не прятаться знаю просто несколько слышал шок обычно люди в темной мрачной пещере не говорят сами с собой обычно наоборот и да я знаю что вы по крайней мере некоторые из вас потому что обычный двор и зажег бы стать я знаю что тут не только люди потому что кто-то говорил знакомо мне на весьма уродливом на речь предлагаю вам быть поговорить прежде чем я ворвался и перебил всех вас потому что помимо меня здесь еще десяток отборных солдат кидай кидай так как по-английски десерт уточни на каком языке говорил на медвейск такого диска ну да я предполагаю что я очень неубедителен тут из глубины также доносит такое поэтому лучше вам выйти и поговорить хорош потому что я здесь не один нас миллиард потому что со мной десяток отборных солдат выходить чего за подземелья ходят какие-то дворфы сами с собой разговаривают вообще филистинный подкрадет сюда посмотрит на и стелс не кидал а вот все не заметил да тогда ты не знаю он видит мне или нет типа насколько сильно открыто бель но она насколько может настолько я на самом деле вот так он тебя видит то есть там мелькает твой силуэт видимо тень как как-то падает от факела потому что я ты его не вижу скорее всего ты его не видишь он там где-то в темноте но поэтому она такая рожденному пальку у него смотрите типа чё чё это кто это пожимаю плечами продолжаю стоять засаде с кинджалом береженого бог бережет прирожденный дипломат дипломатия не прокатило поэтому скажи к я вот если не слышу нет я стараюсь по стелсу перекатываться перекаты если что у тебя помеха по аня погоди кинка только выбрали я точно да ты перекаты в стиле я когда стал скидал делаешь встаешь да еще раз когда остался давно было мастер я пассивно не услышу его дает а почему мы с тобой прислушиваемся ну да мы прислушившись что-то армия затихла а чуть-чуть это было близко вы хорошо прислушившись слышите просто капанье воды в каком-то соседнем помещении но для вас двор побольше нет он куда-то испарился можно я заявлю задним числом что плечу испарить я сказал что в духе приняйте до себя и шагнул в тень и шагнул в тень да окей ты можешь передвигаться чуваками психи люди а машины пока монеты даже повязка есть и так он надел коробку и ушел мне нравится сравнением а главное вид туда тупо мечусь я медленно перейти к ты что я вижу в этом помещении ты ты видишь еще одно довольно таки крупное помещение на всякий случай она не ровно квадратная то есть они больше похожи на такие на края обмытые водой то есть неровные углы тогда вот ты видишь что в этом помещении существует дверь такая же как была в соседнем но она закрыта на ней какая-то надпись опять же на неизвестном тебе языке вот внизу здесь так филистин открыла дверь или нет открыл да ты открывал помню я говорил и здесь гораздо крупнее открыта дверь и прям за ней ты видишь такой небольшой постамент круглый с какими-то углублениями внутри и чем-то вроде кнопки посередине и опять же прям за ней еще одна такая же дверь только уже закрыта хорошо я продолжаю простись я стараюсь не привлекать внимание мастер давая выгляну из-за угла что ну ты уже выглядывал по сути нет мы прислушаем выглянуть именно я чем нахожу нет кидать что-нибудь надо нет я шепотом говорю всем ну на гоблинском типа он куда-то пропал если что ты опять я не пытался и так я вижу гоблина и нет не вижу гоблин стоит и видишь тень который идет а вот теперь ты видишь как там стоит смотря соседнее помещение ну вот можете описать да ты видишь не знаю вот теперь уже не знаю не очень высокую или довольно высокую для своего возраста человеческую девушку риску сколько это лолька высокомой одета такую кожаную кутку которая чуть чуть выше пояса до и попадания вниз нормальные рукава у него короткие рыжие волосы видны племенные татуировки которые идут от шеи грубо говоря к к лицу но они заканчиваются где-то в начале еще понятно под курткой виднеется кожаная броня на руках простые короткие такие перчатки кожаные штаны и ботинки на поясе висят два кинжала и палец а спиной легкий арбалет табуретка и лютня и сейчас у нее в руках табуретка это важно сейчас они хочу мне на поясе скорее всего должна быть парочка сейчас скажу конкретнее банка пустая полулитровая и бутылка с каким-то наполнением да также там есть плавкогубцы и сейчас не в руках такой длинный шест и она такая знаешь смотрят сейчас в ту комнату в которой ты что-то говорил и типа такая развод руками в стиле молника бы делать но на это на это я говорю типа путь это сторожи если что она такая типа развод руками но типа звуков не происходит она молчит ты говоришь будьте насторожи ну да шепотом на гоблинском полагаю что в абсолютно тихом подземелье типа неважно говоришь ну я могу орнуть оглушить все подземелье в таком случае если у меня хватит мощности моих легких тогда уж я могу вот тем более так хорош если они заорут я успею впасть в ярость чтобы получить не беспокойся но мало ли ладно я продолжаю потихоньку красы не там если нанесет то больше психический урон который у тебя нет резист так я что всем видам не физического получать они там прочитать там кроме психического психик ты получаешь нормально то есть детские травмы детские травмы это не отменяет как хорошо что нас есть наша лолька с плоскогубцами детские травмы получили в детстве я продолжаю тихонько красок лольки вдоль стены ну ты прокрадываешься ты прям за ней хорошо я никогда в dnd этого не делал поэтому я прошу не могу осторожно тыкнуть ей в спину мечом сказав одно движение ее кишки будут на острие моего взяга был в принципе можешь для убедительность муж запыгиваешь к вам подбросить длинно ты будешь говорить по-братски тебе скажу лучше этого не делать а то что интимидейс хорошо очень суровый взор и испортились костюмы во первых передаешь дезавантажем потому что я не знаю языка на котором ты говоришь огня для остальных этот бросок хотя я понял с минус 5 для тебе бросок мне нужно что-то не ничего ну я там у тебя она такая поворачивается внезапно да типа потом видит перед собой парка такая и короче бьете знаешь не в колено типа в ногу типа знаешь между короче в ногу стиле йоу типа насильник вероятно попадешь щит ну ладно ты не попал после чего убегает мастер я вижу и я не ловлю знаешь почему у меня есть вид которые если я ударяю позволяет не ловить если производит атаку он произвел атаку даже на помощь и типа после чего она поворачивается к этим бум которые стоят и пытаются кого-то поймать этой двери и типа телепатии ну я моментально бросаю кинжал достаю лук и натягиваю его вместе со стрелой я вижу вот варфа проходит ну ты ты видишь его ногу я вижу его ногу это укрытие какое три четверти полин фит вроде про три четверти не работает куфе шутер работает работает ну тогда навожу лук и говоришь выходе показ не стал ёжиком ну и ты собственно видишь как девушку закрывает выбежавшись другой стороны да можете по порядку филистина уже себя описала там тут тубан но описывайте себя прочь туман астроп том что ты видишь я же говорю как девушку загораживает собой мужчина в кольчуге у него щит и булава в руках и он очень внимательный как будто не испугавшись смотрит на тебя как будто не испугавшись хорошо сказано но в углу ты видишь кота ростом человек давать не спойлери который наполовину обгоревшие наполовину нормальная брошу шерстью черный вот в кожаных кожаном доспехи в порванном плаще слегка и с капюшоном на голове с луком в руках на руках перчатки это важно да макс я не очень в курсе какие лапу табакси то что да я на руках перчатки вот и тебе прямо в пяточку целятся с лука у нас но я хочу в пяточку она цельси в пяточку промахнешься только шан не но хелеса как-то убили типа пяточку его убили не в пятку его убили весом сухожиданом вышли ну ладно шан описывайся представьте себе дворфа а теперь без шелковый ну да тем не менее дорожный халат такого китайского типа и немного дурацкой расцветки возможно вашим глазам это несколько непривычно на местный парк только такое мысль вместо ожидаемой густой бороды у него силы азиатская поросль зато длинные длинные усищи густые черные и жесткие как конская гриба и точно такая же грива у него на голове подвязанная красная лево на груди у него на его мантии так сказать большой знак знак его клада немного напоминает медвежью рожу немного кошачьи возможно это по а может быть у вас просто воображение у него есть меч и щит но вероятнее всего большинство из вас этого не видят ведь вы целитесь в носочек я думал ты просто голый мужик в трусах со щитом и мечом такой маленький волосатый таких драк соусы я просто брезвый тебе сказали выходить у вас когда дуэль чего вы делаете да 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 но я ухожу в абсолютную оборону и говорю я предлагал вам выйти и поговорить мир вы отказались с чего теперь мне а мы не отказывались там вообще армию угрожал где же твоя армия они все еще ждут это и персонаж мой тоже если я знаю я тоже они все еще ждут где-то наверху народе не твоего клана на небесах тебя дожидают не скорее с телом нашего господина который в этом дурацком фестивале отведал пика и внезапно скончался идете мне подсказывать что это связано с этой пещерой а то что мы сюда поперлись в отличие от всех остальных подсказывать что с этой пещеры связаны мне нужны ответы я хотел бы их получить там и прожить по ноты что это сказал твой персонаж да сочувствую вам и вашим предкам они должно быть ужасно краснеетом позора за вас потом свете тем не менее да если серьезно то мы на самом деле просто тоже изучаем что здесь на самом деле произошло у нас есть информация какая которая может быть связана с этим делом а может быть и не связана поэтому надо все сначала изучить звучит так как будто нам надо бы скооперироваться но вот проблема стоит мне появиться в этом помещении как и тут же устраиваете засаду и говорите что не было два откуда же мы знаем кто там пришел и вообще это первый раз видим это такую пирамиду надеюсь ну точнее думаешь что ты тоже ну да я впервые вижу пирамиду из соляных кристаллов наверх тем не менее видят что эти второе ведут компанийскую беседу филистин расслабляется и начинает просто проходить ту же комнату где стоит астров всех нельзя ругаться матом да да туман очень-очень сильно удивляется скажем это так уже второй раз и такая типа отойдите пожалуйста при чем уже такая упал в стену борт серьезно окей то есть она просто выходит и может не ручкой да типа отойдите пожалуйста она и как бы она такая типа если раньше на было напуганным то теперь она очень спокойно и так типа типа все в норме она уверена что все все хорошо типа можно не пройти пожалуйста я посмотрите почему тут туманно гоблинском красноречиво изъясняется филистине что ты что совсем глупая это враг ты куда поперлась нехорошая такая жизнь я думала вы на наладите с ним связь отвечает она на гоблинском гоблинском типа вы уже какое-то время общаетесь я думал все нормально мы пытались не убить друг друга я произношу он поочередно на фейланд нам на местном общем варианте на медвейск ладно местного общей окей хорошо на на общем на сельвании на демортийском по очередному происхожу произносит отойди я вам еще не доверяю она смотрит на тебя не понимающая и поворачивается к туману о чем спрашивает на гоблинском я говорю глупая ты женщина он не доверяет нам то ты к нему подошла и обниматься ли ты будешь отойдешь от врага нет ну ладно и она отойдет в стиле она подойдет к столу который здесь есть и просто присядет на него да если что подобно со сильным постаменту только в этой комнате он квадратный находится стол на котором поправьте меня если не прав но я душу вам сказать что там 9 банок и там было 66 окей ладно хорошо то там 6 стоит то есть мы смысла нет я вам правильную банк нет 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 не 67 банка с копытом с каналом с кузнечиком с перьями с грибами с водой и с песком желтым от записывал короче там стоят банки без крышки ты просто банка в котором находятся разнообразные предметы и вот они только что тебе перечислили какие там предметы так это записать копыта кузнечик копыта коралл кузнечики перья белые грибы засушенные вода желтый песок перья белые грибы сушеные короче стол известен также как стол с бабушкиными заготовками так если что постаменты мимо него проходил в нем пять углублений вот в двух из этих пяти углублениях это сейчас я вспомню в третьем лягушка находится в пятом такая птица хищная по типу сокола если что они не пронумерованы но вот если по порядку убрать по часовой стрелке идут стрелочки то есть от первого ко второму от второго к третьему от третьего четвертого от четвертого к пятому от пятого к первому стрелки нет подожди что в первых двух находится еще раз углубление в третьем лягушка пятом типа соков пацаны это его революция 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 так стоп для начала мастер я вижу как для начала у нас переговоры давайте закончим переговоры подожди мастеру я вижу как филистина отвернулась спиной к дворфу подошла к столу это ковыряет я и она села на стол типа на носил дворфу идет пока вы там закончите я смотрю на нее с луком в руках и такой тип он уже бесполезно прячу его нахрен за спину и такой типы на гоблинском ты наглухо отбитая женщина она типа покажите я еще не женщине и выхожу на ну на проход чтобы было видно что у меня ничего в руках нет а и кинжал с пола поднимаю который кинул так давайте сначала разберемся кто из вас какой язык понимает я тебя не понимаю типа . пока не захочу этого сделать если ты спрашиваешь у персонажей то я говорю что мы вдвоем понимаем общая она гоблинский и что-то там еще но я и твой родной скорее всего понимаю я ему говорю это на дворфийском ужасно интеллекции я говорю им на гнобьем что типа чертовый двор в россии ты гном не знаешь смысле наш сиун знает гноми еще я я я у тебя уточняю ты знаешь гноми и гоблинский он любитель маленьких людей чё ты палишь сразу это звучит хуже чем вы думаете но я подхожу сажусь на стол рядом с филистиной типа жду чё будет дальше почему вы разыскиваете эту пирамиду почему вы ее исследуете неужели из праздного любопытства мы искали туалет серьезно ну да на фестивале было много пива и мы захотели в туалет и оказались тут я думаю нет смысла банки дать тебя прилетает камень на котором написано обман представляешь что чтобы мы просто мы были в этом же фестивале и произошла вот та фигня которая произошла как думаешь нам мы такие должны были отряхнуться искать ну ладно подумаешь с кем не бывает блин и пошли дальше от идущий город и ясном стало интересно что происходит нормальный человек не человек насколько в такой ситуации бы сказал это меня не касается берите все это пирамиды смертельно опасно и я просто сгину попытавшись разобраться в происходящем но сказал бы какой-нибудь просто людям местный любитель пива мы если ты внимательно приглядеться не очень похожи на какие-то может быть но все равно вы вы действуете без причины просто из любопытства серьезно вы вам сколько лет кажется ты это уже спрашивал филистина наверно типа знаешь на она заметила что это уже спрашивал и она короче на это на весок типа а если понимаешь в чем я пальчиком потыкать ладно а на струк астер тоже успел спитого лучше чего астер убрал оружие ну да в принципе мне плата тогда я тоже убираю оружие нам здесь сейчас не идите мы разбираться кроме как с этой пирамидой тем более что как раз все очень запутанно пропустить девушку она там как раз сможет прочитать то что не сможет прочитать и не один ладно пропускаю девушку внутрь у нас прыгает со стола идет собственно к двери достает табуретку ставит табуретку залезает на табуретку вынимает крысу из из своего из своей куртки живу крысу и типа вводит ей по надписям над дверью надпись не в этой правой двери были она там да ты будешь по надписям так я понимаю ты ритуал делаешь я не в состоянии делать ритуал а что тогда делать я кастую комприха не хэнта лэмиджи не пора да и ну я пытаюсь прочитать что там написано ты читаешь что лишь правильно осознанная цепь пропустит вас на уйдет лишь правильно воссозданная цепь создана украина цепь значит одно за другое цепляется у нас там перечислить еще окей тогда она повернется и затем потерирует собственно эту информацию астеру а потом придет в следующую комнату и тебя я надеюсь типа она очень быстро это дело попытается почитать что на той двери забрав с собой табуретку забрался бы так бы редку ты читаешь следующее трава никого не ест но скрывает опасно короче возвращается ко всем присутствующим и типа там какая-то бельберна но она повторит также рожденному в тумане и астеру телепатически после чего она повернется к мистеру дворфу и порывшись взя на поясе достать несколько табличек найдет там общий и покажите табличку на которой написано я филистина позвольте моему разуму прикоснуться к вашему чтобы я могла с вами общаться блин я даже не знаю довериться ли не увиденную первые в жизни коблинскому отродью или нет но это она как человек если что ты ты ни разу гоблина не видел типа девочка человек просто метр это лолька в коже какая лолька блин метр шестьдесят восемь меня друг есть метр шестьдесят восемь рост мой друг лолька блин я так и знал так позвони позвони ему сейчас криками такой типа мне тут рассказали что ты лолька как ты мог меня обманывать да как ты мог меня обманывать я же ненавижу волю всех мне больше не друг я такой пожимаю плечами почему бы и нет если бы она могла взорвать мой мозг силой мысли то она бы это уже попыталась сделать она всем кроме тебя взорвала своими действиями мозг это не вещи таки вновь поэтому она просто помажьте ручкой и типа у тебя в голове появится не слова а такие вроде как мысли образы которые ты инстинктивно понимаешь и там привет я не уверен что мы общаемся на я не уверен что что и что я знаю языки которые ты знаешь поэтому кажется нам придется общаться через вот этих я скажу на остальных ты не знаешь общий и наночь типа поле поднимет брать типа да и сказал об этом но она типа не понимает она лишь подразумевает что ты сказал что-то подобное давайте вернемся к нашим банка нет погоди я те понимаю меня все еще работают ритуал пока работают заклинания над и ответят я я могу те понимать но примерно через минут 40 он закончится он перестанет работать на меня разума час работы до 1 сейчас работает а ты все двери отбежал типа вот эту закрытую вот эту закрытую это теми дверями где есть надписи типа я их прочитал и вам рассказал да но на той которая самая верхняя дверь до в том помещении ничего нет написано трава никого не ясно скрывать опасно над той которая не грубо говоря дверь которая сам внизу над ней написано лишь правильно созданная цепь пропустит на аудиенции про траву мастера обнаружение невидимых чем делается кидается perception обычный perception нет но вроде perception да ну давай зайду сюда в речь опасны у нас есть пыльник я не буду драться с гигантским кузнечиком власти давай давай попробую найти потаенное в этой комнате ты понимаешь что дверь открыта пусто понимаешь что дверь открыта не не запер вот это да я приоткрываю заглядываю ты видишь коридор такой же как остальные но на полу там растет угадай угадай что растет на полу трава но скрывает опасно может ты вернешься к нам и думаю в этот момент или сильно сходиться факел я я смотрю на траву вспоминаю что скала филистина вьетнамские флэшбэйки я такой не 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 и говорю типа филистине астора что я траву нашел потом покурим сейчас у нас банки трава если что очень высокой примеру туманную где-то на тебе достаю чуть ли не до пояс я кричу типа ну-ка принесите факел ща мы невидимых найдем и правда хочешь задымите погоди мы тут даже еще не разобрались нам вон на аудиенцию вроде как нет мастер давайте попробуем так не хором пожалуйста двери закрываются я закрываю ты закрыл дверь антарик понимал что туман просим факел я его спрашиваю ты хочешь устроить пожар задымление в закрытом помещении на тебя лыпают два кошачьих глаз и с непониманием типа в чем проблема количество воздуха в закрытом помещении не такое большое чтобы свободно устраивать пожар и не бояться задохнуться в карман за поджечь здесь траву это все равно что сделать на связь которых пытаются буквы в данном случае будут очень тупые потому что они пытаются выкурить сами себя и понимаешь я смотрю на него слушаю его слушаю и в этом такой твоя говорить слишком сложные штуки и ухожу к своим считаю что хорошая идея сжечь ну камон притю горды газ задымление лисы ты ты чего давай попроще желательно с картинками как я понял из ваших слов кто бы не сделал дурацкую пирамиду он хочет чтобы мы расставили какие-то из банок на пустые места так чтобы получилась осознанная последовательность ну где-то так я вам кричу это либо пищевая цепочка либо эволюционная цепочка круто ты эволюцию уже открыл просто интересно на томе и открытая эволюция у нас вроде как реально средневековье эволюции нет ты ее не был уфф открыл 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 так ну короче да типа табакси произошли от котиков это же всем известно да вот и вот так и сказал эволюция давайте пищевую цепочку раз тут нет эволюции в этом мире ну просто эволюция сам по себе идея не очевидная только что-то сейчас понял что у нас же только тут две двери то есть макс когда мы поднимали банки закрывалась только дверь которые тупо есть потому что между круглой комнаты и квадратный со столами там же просто проход так так между круг так еще раз и пожалуйста показывая короче комнаты две где столы да между ними есть проход и там нет двери так покажи стрелочки есть тут нет тут нет двери да и никогда не было никогда не было но она закрывается если вы берете 2 или больше банок она закрывается она закрывается имеется ввиду кристаллы начинают из пола вылезать и вот здесь наверх да двери не мог ну ладно не вопрос ну а когда вы впервые в то помещение пришли там вот все-таки она была закрыта то есть поднята вверх до того как взяли первую банку окей да напоминает филистина сходит туда подберет банку с кокпитом и принесет ее в комнату круглую подожди там филистина в прошлый раз простукивала стол она что-то нашла там вот в этом старе круглом с баран она его из она нет ты его исследовал как-то внутри простукивал его как-то лишь ну я не помню такого но я предполагаю что он просто стол а вот мне кажется то что нашел раз ты не помнишь а можно повторить какие именно у нас есть эти копыта кузнечек коралл и я сушеные грибы вода и песок да скопируйте кто-нибудь список в чат киньте чё вы мучитесь как насчет вот такой последовательность да коралл кузнечки лягушки ест как бы то песок а там разве не 5 5 банок 7 и типа можно взять с собой только одну не там смотри как ты ставишь банку и нажимаешь на кнопку если она правильная тот скорее всего сможешь взять вторую банку понял ну мы можем попробовать как бы и филисин и поставить банку скопы там в первое углубление ничего не происходит так ничего не происходит она пойдет с другой банкой нажимал кнопку нет нет пока что ты хочешь чтоб что-то произошло вторую банку возьмешь сейчас дверь закроется сейчас мы это узнаем всегда закрывается она заходит в то помещение берет банку с кузнечиком дверь закрылась вложите за дверь открылась возвращается собирает банку с копытом забирать забираешь забрала и меняет ее на банку с водой поменяла смотрит на остальных никакого импута типа не видит поэтому берет банку с водой уносит и меняет на банку с кузнечиками погодите а что нарисовано нарисована у нас ястреб и лягушка да 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 хорошо мастер я убираю все банки чтобы сюда принесли обратно в комнату на свои места там на банку с перьями привет александр о чем ты думаешь ставлю на ястреба что-нибудь происходит так еще раз ты берешь банку с перьями ставишь на ястреба ничего не происходит нажимаю на какую-то кнопку на которую траст про не нажимает но тогда иду за лягушкой в банке несу сюда и ставлю ты короче берешь банку с лягушкой дверь открывается да у нас разве есть банка с лягушкой не не было я банка с лягушкой так давайте попробуем начать очевидно так когда полезные еще раз смотрите единственные взаимосвете которые здесь есть это сокол и перья лягушка и кузнецик можно привязать лягушку к воде но я что-то сомневаюсь давайте попробуем принести сюда ну про пищевую цепь они поняли дальше второе место смотреть на реакцию если ничего не будет затем на 3 посмотреть на реакцию но бери бассе филистин и видит что они там все-таки заняты она поставит огуряточку где-то в этой комнате достанет людьми игровых банку стиле он там живу стиль индианы джонс так погибала тоже убивает что шан берет кузнечка ты взял банк с кузнечками окей они живы нет сушеные ладно я ставлю банку на второе место перед лягушкой пытаюсь нажать кнопку что не происходит кнопка немного нажимает немного это как скажем так ты немного продавливаешь но не до конца то есть ничего не происходит но в отличие от предыдущего раза кнопка сдвинулась на то все четыре правильно расстраивались тогда кнопка нажмем чтобы провести проверку я представляю в четвертую позицию проверяю вообще никак не двигается возвращая на вторую говорю похоже мы начинаем выявлять закономер кузнечку должен быть перед лягушкой а попробуй сейчас взять вторую этот бояйте ну давай я пойду возьму так у нас там еще этот возьму с копытом я закрывается дверь закрылась а то есть у нас вообще есть один шанс смешно а нет 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 один шанс тоже верхняя тоже закрывается да да у нас вообще есть один только шанс если все а нет все сразу тоже нельзя взять а нажми сейчас на кнопку кричу я слышно меня там слышно а не подожди ты и ты банку взял то есть дверь закрылась тебя не слышать закрыл но я усилил свой голос три раза нажми на кнопку допустим вот так вот небольшим бэхом такого есть очень хорошо я жму на кнопку как обычно немного так придавливается но ничего не происходит вере не открывается прикольно и как они предполагают что мы будем а вот это которая верхняя дверь она тоже кристаллами заросла и просто какая-то верхняя да не она сам то есть там в реальность пор через творчатая дверь она просто захлопывается и все ладно я тогда достаю банку с кузнечком ты достал банку с кузнечком это все равно закрыто я поставлю свою обратно ты поставил свою обратно и открылась дверь дверь открылась да так с копытом не подойдет ватку пока обратно еще раз поставь с кузнечками хорошо я поставил так я возьму банку с перьями тоже закрылась подумайте более масштабно о том что происходит вообще в подземелье батки с перьями сильно наигрывает мелодию из индианы джонса где-то рядом прокатывается камень подождите наши есть дворов пусть расхерачивать дверь из кристаллов как не знаю чем-нибудь у него longsword не подходит это но он же дворов он должен уметь копать думать что это соль я бы предложил снюхать една это не соль ладно я при я подхожу к стене чтобы проверить и стал и проверяли постукиву эфесом яблоком на рукояти немного забивают но потом ты видишь то что там где открою от крошилась постепенно нарастать новый и довольно таки бы это не соль эта штука отрастает может нам нужно эту фигню которая сюда поставить взять ее в той комнате где трава смерть скрывается но не смерть опасность обычно так говорят позднее мастер давай я возьму банку с кузнечиками исхожу пройду к той комнате смотри какой коллеги у нас банка с кузнечиками работает куда ты ее понес возьми не бери банку пойдем просто смотрим на эту траву но у меня есть план но ты хочешь нашу единственную банку которая работает забрать а кстати давайте вот сейчас вынем банку с кузнечиками и попробуем отнесем ее на стол возьмем банку допустим с перьями попробуем там где соков ставит будет ли нажиматься кнопка не нажимает да с копытом не нажимает дождей нет не надо менять каждый раз надо к чему взять кузнечика сначала и прогнать его через оставшиеся позиции посмотреть работает он только на старую а затем где же уже проверил я проверю его на 4 потому что не исходил из логики что мы сможем подставить это сами где мы не на всякий случай углубление не по размеру банки она больше по размеру чего но больше то есть и если твой двор вот так сейчас обхват возьмет типа знаете как-то показывает типа большое вот она пример такого размера а большой а баночка небольшая это как где-то пол литра уж там супер кузнечик какой-то в трее пойдемте ладно раз нельзя банку с кузнечиком я беру у филистины посох которым от простукивала плитки и иду к этой комнате какой к этой комнате ну где кокаин драсть открываю дверь с ним потому что мало ничего пройдемте все да гениально я сначала ставлю перед собой двор по со щитом давай сюда потом через него длинной палкой тыкаю в каждую клетку с травой забрав табуретку но все еще наигрывая мелодию зиндиана джонса филистина пройдет за ними после второго удара ты достаешь палку и у нее часть палки на ней насечка какая-то ну-ка все скинулись природа довольно таки серьезно носить давайте все природу аркаду религию чё там еще историю прощали речет за засечка можно попробовать инвестигейш инвестигейш хорошо из понятия знаю понятия сейчас пацаны соберитесь пожалуйста влад ты не хочешь инвестигейш покидать консилиум удалось все самому все самому где этот сраный вести кейш хова на это без понятия ну что больше всех вы не знаете вы все вместе таки а что это может быть одной сосечке сложно я шерудю еще раз в траве что получить вторую теперь ты достаешь посох и верхнюю часть отвалилась там ровный срез или что в каком-то вроде хорошо держать щит на готове я осторожно в том же направлении тыквы и жди и звуков никаких не было звуков никаких не было я говорю дворф попробуй срезать траву ну кстати да мечом нормально я пытаюсь потихонечку срезать траву атаку пожалуйста я если что положил посох на готове с луком прикрывают дворфа счет стрёмная трава палки и грызет вот и ты наносишь удар и звук такой металла встречается отчего твой меч отпрыгивает трава не срезалась то есть она прогнулась по твоим ударам и ты видишь что небольшой такой зазор находится на твоем мече зазор зазор зазубрина так один я подвигая пролажу к дворфу рядом и начинаешь к траве макс она выглядит как натуральная трава или как она выглядит как натуральная трава но очень такая хорошая знаешь типа представь идеальную траву вот идеальная трава насколько это идеальная трава идеальнейшая трава боги лучше не создают идеальная трава пацаны у кого есть собой бонг но можно взять если чего можно его можно сделать если бонг подождите вы деревяшкой тыкали в одно конкретное место давайте потыкаем другое может быть нет я шерудил по всем клеткам до которых достаю по очереди по ходу трава и настоящая в нее он даже меч тупица мастер давай достану свой кинжал и попробую у основания траву одну травинку подрезать тут я хороший образ от природы я скажу то что она растет из кристалла что там собрал середу куда растет из кристаллов но у нас нет земли кристалла я хочу срезать одну травинку да ну окей да ты срезаешь внутри я снимаю перчатку и аккуратненько двумя коготками беру эту травинку ты взял эту травинку двумя коготками она на ощупь когтями какая ну знаешь как на лист когда даешь прожимается и типа сок все дела а я поняла он такой прожимается сок все дела сочная трава точно я подхожу к палке и пытаюсь зарядкой подожди пытались ты травинкой порезать палку типа остаются этот засечки нет не остаются я подхожу к я подхожу кастору типа астор дай руку тебе попробуй я подхожу к филистине типа филистина дай пальцем беру эту травинку кидаю нового персонажа нет нормально все выглянул тебе под ноги проблема в том что траву спрятать судя по всему это что-то металлическое или историческое я не за две с написью ладно хоро да не кипятись мелкий мастер я подхожу и начинаю методично и аккуратненько его основание срезать всю траву вот в этом квадратике и методично срезая всю траву в этом квадратике и допустим травы нет мой травинки срезаю отдают варфу чтобы он проверил их на настоящесть как он только что сделал ты срезал пять футов в квадрате правы на земле ничего нету под травой ничего но постепенно ты видишь как новая трава начинает расти и и быстрее режь не по одной по 2 хотя бы ладно ну ладно по буржуйски так по буржуйски мастер я достаю серебряный меч и серебряным мечом начинаю бог у основания травы делает замахи и косить траву ну знаешь типа с которой правее находится пока он занимается пытаясь скосить серебряным мечом вырастающую заново траву а шан отойдет обратно к столам и банка будет по очереди методично проверять как я делаю стол кнопками на положение каждого ранки в каждой из трех позиции окей заранее скажу то как кузнечики во второй позиции форс не честно 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 просто долго честно просто долго окей мастер я скосил траву вот в этом квадрате чего не засел траву в этом квадрате в какой-то момент у тебя меч ударяется ты вижу засечку так как это серебро и она мягче железо тут засечка больше я не сильный махал нос таки я нашел что железное ложу меч рядом беру кинжал и начинаю вокруг этого чего-то жесткого срезать траву чтобы узнать чё там лучше инвестиции ты не понял я врезался у тебя меч отскочил факт а стар ты же мне пришьешь руки обратно нет шанс ты примерно понимаешь в каком моменте но можешь ошибиться тебе кажется давай можно ему гайденс добавлю давай не подожди заранее надо было уже кинул но я им поторопился я не успел и пока открыл свой листик давай и либо перебросит попросить кого-нибудь другого давай я попробую сам сам себе гайденс дам себе вперед ой пожалуйста 4 но чуть чуть больше но мы его так смотрели и не смогли определить точно во всяком случае все остальное травой начинаю аккуратно и медленно сказать срезать кинжалом чтобы найти обо что там ударяется и что там отрезает палку ты вводишь кинжалами в какой-то момент обо что-то пораниваешься на целых два режущего урона но теперь ты точно узнала по что я порезался я аккуратно обрежу не понял обо что-то порезал ну ладно я продолжаю дальше срезать траву чтобы найти что там в этой траве обо что я режусь ты опять порезался я режусь об одно и то же место мастер меня персонаж вообще тупой или как но судя по всему он тебя не может понять где видимо дергают руку каждый раз четыре еще режущего урон я тыкаю в одно и то же место и пред постоянно режусь я там травы осталось 3 травинки когда найду во что я тыкаюсь ты не понял сколько еще 5 но ты два раза порезался еще раз инвестигейшн я хочу найти обо что я 5 режусь инвестигейшн черт возьмите ну считай что я опять я положил руку на плечо туману и он чувствует что теперь более точно может найти это адвантаж или d4 d4 я даже не глядишь таки давать не буду это не увидел где ну вот твои броски отвечать зато увидел ты это или нет я все равно не понимаю почему это инвестигейшн допустим они perception внимательность я заметил куда я тыкнул бы порезался но смотри если бы живой хочется существо там бы на тебя нападал это было бы персов а в данном случае это ловушка по инвестигейшн окей погнали дальше похер слабоумие отвага я дальше ищу эту срань в этой клетке так снова повелся извиняюсь если что на 4 режущего урон вот сейчас у меня реально сердечко чуть не остановилось не самая не зарекайся которую я не делал макс да как заметить все эти все эти попытки филистина достанет из курски ворона и пустит его в ту комнату он плетит над травой полетает в той комнате он способен это сделать инвестигейшн бросай можешь от себя если смотришь его глаза окей когда я и сервис тени тоже ну блин это метагема найти ничего не сказала она запустила ворон но в принципе окей ворон хорошо видит допустим ворон пролетает на траву и видишь что в траве растут вот он так сбоку это увидел очень тонкие кристаллы которые есть смотреть на них сбоку их практически не видно они полностью прозрачны то есть нескольких местах мы такие можете кристаллы нашел потому что они все в моей крови ты когда-нибудь и резался бумагой бумага красный оставалось после этого но я что-то же блять не один раз порезался уже все руки исполосованы эй ребята она встает собственно перестает играть точнее даже не так она не перестает играть она просто делать драматический окон подходит типа к туману туман погоди убирает собственно люди себе за за спину берет эту палку и начинает очень медленно по траве вести и приминать эту собственно траву пока не наткнется на место где находятся эти кристалл туман сидит на коленях такой типа с кровавленными руками по локоть там с кинжалом на всякий случай типа ты не все заметил кристалл а это и неважно если эти кристаллы там стоят стояком то если медленно вести палкой по траве приминаю и рано или поздно палка наткнется на кристалл и я определю где он находится после чего это муку говоря палка вынимается с другой стороны кристаллы типа втыкается и ведется дальше пока таким образом не определю все слушай какой-то бросок и должен сделать предложить ну только что я только что познал где находятся эти кристаллы и ты я познал несколько из них увидел но к примеру только с как с которым разбирался туман твой вор не увидел а чей фиолетовый квадратик я поставил ты там всю траву среду она же выросла обратно убери века постепенно растет убери чо убери найти скорее всего в этой комнате просто что-то спрятано так этот хреновая клеточка пацаны что ворон увидел спрашиваю у кристаллы почти невидимые они кажется тебя и задевает все время я спрашиваю где попутно убирая кинжалы и серебряный меч они где-то здесь именно показывать типа на клетку перед тобой гугл ряда и и опять же палкой типа начинает медленно вести пытаясь определить где они есть пока она не мутнется и типа не упрется палкой в это место бросок предлагай давай немного оптимизируем этот процесс я смотрю что очень сделать плата я брошу слайдов хэм как игрок я не понимаю как в этом можно как это можно сделать учитывая что я описываю это но смысл в том то что ты вот так ведешь свой посох приминая траву и вы проходите ну вот я сейчас пойду помечу где вот эти вот тут вот есть тут вот однако вместе крестиком его тоже вот тут вот 2 вот и именно вот в этот момент вот здесь вы посох ломается но у меня остается типа из 15 футового посоха 10 футовый посох макс но у тебя там один фут уже отрезали до этого ну и даже допустим вот и от своего пояс еще три фута потерял тебя 11 футовый посох вот в этом конце ничего нету а вот удашли доверять не бы там тоже я не уверен что смогу им открыть эту дверь так что я не говорю открыть его ли следовать посмотреть я конечно не могу сейчас вообще по хорошим свет потому что наверно часа нет из я из операции но оказалось что я смогу найти ворон это штука типа грузов ну окей типа десятифутовым посохом макс можно же по диагональке аккуратно пройти да можно но ты типа вот тут вот еще одна и вот тут вот вы уезжает у зафили степы допустим ты потерял еще где-то два фута под 9 футовый посох я стал принято ну и она дверь дверь открывается да ты открываешь дверь влад подвигай себя вы видите в двери когда ваша открывается соседняя напротив опускай где напротив ну который справа против нет она и была вроде закрыта смысле она тоже откроется да вот она опускается прям посередине комнаты лежит плащ как будто из какой-то листвы я вот по 200 комнату чтоб я мог зайти ну погоди 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 на те протягивает рук типа погоди она рукой мага поднимает плащ и рукой мага поднимаешь плащ плащ поднялся я персепшеном осматриваю его насколько могу типа что это это листья какие-то связанные веревка или это реально плащ из листьев странным образом это листья которая растут из других листьев и таким образом получается лиственный плащ скорее всего это очень тонкая работа он выглядит враждебным и поднимаешь этот плащ он такой достает ножку не подходит ты зашел не в этот район на самом деле в акте пытаясь общаться слышишь плач я подозрительно смотрю на этот плащ подозрительно смотрит тебя она заходит внутрь до собой запрыгиваю и начинает руками уже грубо говоря 1 магическая рука держите его сверху да и она начинает осматривать плащ наличие карманов внутри всего внутри не помогаю филипп просто плотина хороший лиственный плащ но у меня пол хп мне уже терять нечего мастер давай пробую надеть его при надеваешь ну предварительно сняв свой у тебя был плащ мы живут в плащ я это уточнял несколько раз то плащ скопчено мы с него даже повязки на лицо рвали а так блин я думаю все восполнил ну да ты снял свой плащ надел это все в порядке я стою стою в этом плаще верчусь такой типа и чё ну значит что то мы сделали может нижняя злитка или синткой было неплохо не твой фасон конечно но он привет пор помочь она понимается бурить а я ее понимаю я ты меня понимаешь если телепортирую да и не уверен насчет времени но я думаю она она услышала что теперь ты назвался точно так что там с нижней дверь закрыта мастер в комнате кроме плаща больше ничего не было там комнате кроме плаща больше ничего не но тогда попробую плаща взять 2 вообще берешь вторую банку дверь закрывает подожди ты я хочу свой старый убрать сумку у меня есть вопрос вот те кристаллы да могу собственно подойти найти один и этот кристалл он типа клинково подобный этот кристалл как шип если сверху посмотреть на снежинку похож с него можно сделать оружие если кого сломать его как клинок не получится я что я хотел сделать но я понял ну типа это такой прям шип 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 да я хорошо кито да она расстроена возвращается ко всем остальным прозрачные вот реально с гранями которые не видно если вот прям под правильным углом стать смотри я подойду к столу банки эти вообще запяты а там крышки не было так это банка без способа как-то что-то внутри положить ну я хотел вообще достать оттуда то есть она запаянная что ну грубо говоря да она цель можно назвать это запаянного просто цель цельная банка такой знаешь цилиндр стеклянный цилиндр мастер давай я попробую плач положить на стол там было предложить какой башен ну новый модный зеленый куда такой подходящий для стоялся куда а вот на вот этот стол ты положил на стол окей на конкретное место положить я доложу его так чтобы он это все попадал не получится не настолько большой я кажется понял в чем суть смотрите кузнечики то тут есть все остальное нам нужно оттуда у себя достать у вас есть идеи одеваю обратно плащ надо подумать скидываю рюкзак начинаю колупаться в не может быть траву на первое место да как а в смысле вот эту траву скошенную да как вариант давай попробуем правда но там если что осталось пока я косил так что может если бар а не можем брать оттуда больше не здесь дверь закрывается это просто надо было угадать правильную банку мы вроде правильно угадали теперь нас остальное будем сами да действительно пусть принесет мастер мастер я иду в комнату с банками беру одну с и дверь закрывать дверь закрывать перьев много в банке они маленькие не длинные банка запаянная что ты хочешь сделать танец а там навечно я через закрытую дверь с кристаллами говорю что я хочу разбить банку ты останешься здесь на все когда тебя не слышно меня не слышно мои я подхожу ближе к двери астра было слышно только потому что насилил магический свой голос я кстати не слышно но ты этого не знаешь не подозревая о том что он задумал я иду за травой филистина сходится скоблить немного со змеи этих самых чешуек и принесет и положит их на столе но не не в одной изделений просто гейлис мастер я хочу вот по весу это банка сколько весит с перьями просить чем попроще 2 фута допустим окей я у меня есть бутылка с пивасом я короче отливаю от нее столько чтобы она стала весить как это банка и ставлю на стол разве по весу пробовали по весу не пробовали но пытались банкой заменить банку тогда я именно хочу по весу чтобы она была столь новом инвестигейшн и по весу пытаешься определить вес ну типа этот скидочку на скидочку да у тебя весов с собой нет но было бы конечно эпично и теперь сейчас достал но у меня их нет ну ты ты такой отливаешь 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 и на донышке остался блин по-моему переборщил но это не беда у меня еще две бутылки есть давайте кое-что объясню это совершенно бездарно это делать одной простой пищи когда кто-то садится на стол ничего не менялась значит больший вес или меньше вес значение не имеет если бы ты поставил более тяжелую чем 2 фунта банку на место этой и это могло бы в принципе в теории помочь что-то бы сработал но так как ничего не происходит таким образом ты просто зря тратишь питье смотрите все проще определим его брата действительно хочешь его выпить туман слушай смотри правильная идея трава в первый слот извините кило 2 лягушка есть кузнечка змея из лягушку сокол змею подожди но у нас одного нету кусочка какого до какого у нас нету нашли змея трава и кузнечки да а тут уже ездить лягушки но и дырок 5 надо все правильно мастер стошками 3 5 позиции с очки лягушки и сокол а нам только три остальные все правильно тогда отлично тащите ну да они там развлекаются таскание мастера сколько быстро за расставит этот день когда банку поднимаешь моментально сук разложили филисина нажмет ставлю банку обратно на стол что дверь открылась так вы еще раз в первый что ли трава во второй кузнечик 2 нарисована лягушку ничего вторую зиму 2 кузнеч 3 жабы нарисована 4 2 чешуйки от змеи позже да вы нажимаете на дверь и она открывается будет на кнопку мастер я делаю шаг назад и стреляю по одной из банок в этой комнате бросок атаки так ты попадаешь по банке и звон от банки распространяется по всему помещению вашему случае чего каждый из вас получается 8 урона звуком может вас бросок по консте на полурона можно взять я не мог и хотя ладно давайте разрешаю спас по консте это отличный день сложит 12 отлично помогло 20 чтобы красочный блок материть так чтобы ему самому стало стыдно мне нужно бросить на устрашение или на выступление выступление это performance астар филистина 8 звуком остальным 4 это не очень красочно ты такой мудила ну я матерись просто не могу на упор на твое стриме можно быть ведь нет тут нельзя материться потому что подруг да могут меня забанить так что лучше ладно тогда это выскажу по-другому ты вонючий облезлый кашак без капли мозгов своей тупой ушастой голове творишь какую-то бесполезную ерунду лишь мешая своим товарищам и мне здраво раку стоящий перед нами за последний упрямый осел перед навозной кучей непонятно что конкретно сказал я думаю потому что к этому времени пройдет время заклинания филистинно подойдет и знаешь что рассмотря на на рожденного тумане и такая типа вот чё он сказал мастер я могу без броска атаки пустить стрелу рядом с головой дворфа чтобы она просто пролетела рядом без броска не успокойся ты уже хватит за подожди мастер могу или нет либо лук с рук либо так либо я буду миш тогда я стреляю просто ему под ноги перед ним стрелой короче туман тебе не дали выстрелить а то кому-то убьешь или кто-нибудь просто впадет ярость и покрошить давай попробуем ты серьезно решил вот этой фигней страдать нет я не хочу повыпаешься но я блять тупо буду бегать по кругу от него поэтому даже и все затем смысл какой мой посыл был в том чтобы выстрелить у него перед ногами и поставить его на место потому что какой-то двор впитается короче вызвать и вообще это фигнёй сейчас страдает сейчас они у да ты страдаешь фигнёй на нем с товарищем урон чуть не убил себя лезвие и да этот барф только что помог вам решить загадку так что комик сказать по приличным не потерять ты отыгрываешь оракулу я бы включил реально музыку насчет проблем на ролике надо что новое придумать мне не дали пострелять кстати пока я не закончил мастер дверь закрылась тут как этими кристаллами нет так банк ты все еще целая а в смысле она просто прозвенела и все да но неудивительно что в пещере сделанной из кристалла в том числе среди которых очень прочный режущий металл и при этом абсолютно прозрачный банки в которые явно сделаны не самым обычным образом потому что в них нет входного отверстия и которые тоже прозрачны передней всего сделаны из этого очень прочного и сука прозрачного просто даган короче короче пока он репчик читает да филистинна такая на что колени стоит рядом с воротом и наигрывает что-то так ладно раз а сто раз ловил меня не дал мне выстрелить я иду забираю свою стрелу из той комнаты эту прячу обратно в колчат говорю 2 вообще-то твоя стрела сломалась значит то что не выстрелил прячу обратно и говорят варфу что теперь он причислен крику этих инквизиторов гордись этим обращаю внимание пошлите дальше но у тебя притислили только что к элитным церковным войскам так что наверное есть чем гадить прежде чем двигаться дальше прочтите еще раз надпись на двери сказано про аудиенцию аудиенцию устраивают великим правителям господам и богам а значит нам нужно совести ритуал церемониал мы нашли эту мать что-то мне подсказывает что это как-то связь потому что она не пригодилась нам для того чтобы открыть дверь полагаю что кому-то будет идти впереди нас следует ее надеть как мантию так как я вижу в темноте и у меня есть мозг полагаю мантию в крайнем случае я могу попытаться пережить если меня ждет какая-то ловушка что за вообще раз подрожди стоит дверь открылась мы там что-то видим вы там видите восходящий водяной поток прям наверх то есть я не знаю вот гейзер представьте вот как вода вверх вырывается вот там также нет не так уверенно как раньше на пилисина такая продолжает вот чего он сказал я не против но мне кажется вообще что туда то получается только один попадет тот который в плаще все остальные останутся собственно филистина долго не думает достает ворону из 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 кутки кидает ее потом ворона попадает в поток ее спирали уносит вверх ворона оказывается в помещении в котором посередине стоит трон все помещение сделано из похожего кристалла но уже не мутные а прозрачные как будто вот вот там за окном океан то есть знаете вот такая синева позади прямо на троне сидит вроде как бы человек похожий на мертвеца и из его нос сорта ушей течет вода самым в таких рваных одеждах но судя по виду одежды но все помещение освечивается таким небольшим цветом я не знаю если в аквариуме когда не были когда внутри проходишь вот то есть как будто свет проходит через эту синевую там вот так вот что вот это вот в волнах переливается я надеюсь вы поняли что имею ввиду да ну ворона подлетит типа туда и голосом филистин и такая ты добрый на гноме допустим голова я этого я куда насела она допустим в шагах человеческих десяти от ораку инквизитором видимо его так обозвали сядет на на пол и скажет то что скажет а твой ворон умеет говорить да и более того он умеет говорить самостоятельно вспомнил да я могу говорить через него так что это тело начинает двигаться она поднимает свой свою правую руку и указательным пальцем указывает что-то начинает говорить и вода как будто вырывается из его тела ну когда он ртом двигается он вытекает и твоя ворона не понимает что она говорит ворона становится крысой делает жест типа одну минутку и исчезает после чего филистинно приходит себя потому что все это время но она выкинула ворону она встала на месте и как бы и залипло пространство после чего она приходит себя смотрит на присутствующих и говорит всем что танку это помещение сторонам из дядькой забыла писать если что там видно прям как у стены сходятся вот вот у этой пирамиды вот как раз вот вверх то есть то вот этот угол навершие видно и прямо из навершия такая кристальная люстра типа похоже на такой обвал свет исходит из нее в общем написать помещение да она описывает дядьку и говорит также что ну какой теперь мертвец мертвец что-то говорил вода ловилась у него изо рта понять не имею чем использовать опять свою магические силы что понять что он говорит если посидим часик дадите мне передохнуть туда давайте передохнем нам некуда спешить вы так думаете ну не знаю а мне что не говорит об обратном я на всякий случай подхожу и беру банку с кузнечика ну если ворон уже вернулся чтобы дядька не спустился к нам и вот он не разрешался но тем не менее филистинно просто в какой-то момент сказать начало говорить о том что ну полечились все хорошо да пойдем скорость скажите или сильно как только как только поймет что ей норм варф проводит свое время благочестивую медитацию медитативный варвар да боевая ярость это особое состояние духа когда я преобладает когда перед тем как ровно перед самым самый тот момент когда мы будем шагать уже туда филистина я надеюсь перед этим использует свою магию чтобы уже готовы к разговору вот я использую тоже свои магические силы и всем троим своим спутникам дару и благословения окей ну в общем да перед тем как она предмету поток она наколдывает на себя понимание и зайдет туда первый извините себя мальчик перед тем завистью не давайте у меня пуская лога и оденет мать есть она будет разговаривать ссоре она за принимать и оплачивать капюшон ну там и слову пишу нам есть плачь капюшоном от мальчику через количеством паса у мальчиком капюшона не не всегда есть не всегда ну давайте прыгнем если чё наденет там мужик по моему тоже никуда не спешит ладно хорошо мы все прыгаем всем прыгайте в поток и мгновенно переноситесь вот эти куда так вы нарух переноситесь в помещении с трона что-то я так сейчас смотрю по моему трон я не посередине поставим ну ладно мы проем геометрическую фантазию и сын что это середина туман дай пожалуйста филистинный плащ до определен все 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 видят надеюсь что происходит сейчас я зажгу еще один файл они тут светло да хватит светло да отдаю плащ филистине ей она девает плащ доставить людьми и делать несколько шагов вперед на игровой мелодию команды и такая здравствуйте благочестивый господин и делает поклон низкий типа барда подобный так сказать да снова он поднимает руку указывая указательный пальцев и снова произнося слова вода выливается из-за урта вы пришли чтобы вести жертвоприношение я однаместник ради повелительницы прямого это неожиданный поворот он типа на общем нет я в понимании языков да и науки остальные понимает или нет окей и повторить и танков имя вроде прозвучала на тихо прозвучал давай не он наместник она повелительница в черном отреде я на гоблинском горе филистине может быть жертвоприношение это вот этот плащ из листьев она собственно поворачивается да и типа телепатии типа да он какой-то на месте говорит о том чтобы прежде сделать жертвоприношение он какой-то повелительницы наместник вот рыбку только табак сман даже тут иначе и ваша светлость говорит спрашивает она на каком языке телепатическом телепатическом и припьете ее воды и и станете частью общего а нас утром поворачивает вода мирная вода точит камень он чем больше воды тем быстрее затручится она собственно поворачивается и да я надеюсь он закончил говорить она поворачивается телепатия вещается на столе он говорит что мы должны выпить какую-то воду наверное чтобы сами принесли себя в жертву ну и типа стать частью большего чего-то что-то про камень что-то про воду про то что одно и точит другое не уверен что компетность не верено что конкретно выпить воды это не хочу так что я видел что происходило степи же разбил меня в голове происходит у варвара это больше чем у многих выпить воды и принести себя в жертв а ведь те кто были на фестивале тоже или из-за этого они погибали возможно ли что они погибли по виде тех кто пытался таким образом сделать жертву превышать спроси что-нибудь в духе не было ли жертв сегодня недостаточно ли еще чтобы узнать она повернется к нему и спросить однако позвольте мне узнать достаточно ли жертвы было принято на сегодня камень не заточен мало больше нужно повернется гриша нужно больше почти завершено вы правильно пришли вашей жизни не будут подачи на зазря новый мир родится из вас он закончил быть да вы видите как вода которая выливается из него постепенно начинает возвращаться ему-то в ноги и так далее какая циркуляция идет по нему водяна да ну собственно филисина опять же переведет более-менее аккуратно после чего типа сделает вид что она пропускает вперед таких 3 подожди 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 сдается мне он такую молитву не знает уже другой на жертву себя приносить и поручие спроси его кто те кто приносил на жертв сегодня потому что если жертв было недостаточно то наши непосвященные слуги за пределами этого места должны будут их найти из подвигнуть их на более достойные жертвоприношения окей она спросит но раз жертв сегодня было недостаточно хватит ли нас наших наших душ и тел для того чтобы закончить то что вы начали здесь ведь многие сегодня принесли себя время неважно но каждая жертва ускоряет его ход обычный поток долго точит камень двойной поток в два раза быстрее но как же нам сообщить нашим союзникам если мы принесем нашу жертву сейчас о том что ее могло не хватить ваши жизни не важны жертвы важнее ваши союзники не важны она поворачивается переводит скажи чтобы что он отсюда может передать сочинять такие басни понимаю я смотрю на сами как вы думаете мы его вчетвером запитали понимаешь показываю назад здесь восходящий поток воды у нас нет выхода отсюда я не собираюсь уходить телесина поворачивается на этого человека и сообщать но мой друг не очень хорошим вас на слов прошу прощения я думаю что но я не знаю о чем он говорит пора подойти к нему поближе особенно тебе дружище двор и уже поговорить с тем языком стали я скрещиваю руки на груди и говорю да-да-да давай двор а ты тоже должен поучаствовать позвольте вашим этим самым нижайшим нижайшим покровительным короче нижайшим роман узнать имя хозяйки от которых вы пришли хозяйка отказалась у имени а нас нас стара настолько что вы даже не помните язык ты смеешь обращаться ко мне телепатически значит вы уже забыли она поворачивается собственно так масса не верно что он хочет мы подошли к нему и похлебали его водички грубо говоря если в этом нет скрытого грамма эротизма то я точно какой-то и 8 ты знаешь учитывая то то что на твоем мой тип на мою в твоем присутствии взрывались люди там не знаю о чем другой твой двор даже момент хорошо я подхожу к нему ближе давайте станем так чтобы мы не были на одной линии ни с кем так погодите когда вы проходите вот 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 эту вот линию указывает перстом на тебе и вода от него начинает к тебе течь теперь они хоть как обоим обоим таком случае если вы оба одновременно подошли сделай шаг назад вода повернула и течет к шану ты сначала впаде а потом метай хорошо ярость не забывай про благословение да спасибо она мне пригодится чудает d4 или катать и на всякий случай у вас от благословения осталось 20 секунд ну то есть три раунда минуту у кого-то нет и потому они у кого-то одно это благословение ты должен дышать в смысле они учебу это концентрация макс и чё и три существа на кого не повесили благословение на меня я сказал все понятие что у вас благословение себя как на и победе пропустил про трех существ извините я остаюсь со скрещенными руками такой типа давайте 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 чё вы мудака играешь что все время каждый раз кто-то один играет мудака давайте нормально играть так вот я бросаю в него дротик насколько я помню я не получаю никаких адвантажей зато зато я хорош собой это просто значит типа трасс что типа тебе если еще раз придется играть молока не просто тогда не придется когда я бросаю дротик я кричу это место моего господина бишь я на если у нас у всех есть давай туда это считай раунд внезапность подхожу к филистине и горю смотри как сейчас это самоубьется в него ты вот это я жарю я бросил на 18 учиться так и минус 8 до на 18 8 ровно действительно так ты попадаешь в это тело немного дрожит прямо из вот этого дырки который ты создал поток воды устремляется сейчас погодить но если мы такие все на неожиданности уже макс то филистина и если мы все такие на неожиданности это делаем то филистина тоже типа сделает что-то в стиле убрать собственно сушки вы вообще не договаривались все это делать я типа не понял после дарта вы тоже удивлены все к этому только дарт думали вы чё ну как бы мы пошли бить ему в морду уже пошли бить ему в морду вы не договаривались не водить купить и приносить а я буду честен я просто достану лук вдруг на меня кто-нибудь нападет но я надеву не собираюсь нападать а как обычно инициативу кидайте развернемся и убьем туманную просто давай жертва будет какого хрена на серьезно но блин вышел дружбу не водить с ним не водите вот ему приходится дружба говорю с ним не водить извинись и пожалуйста не так как я не вижу стрим я вообще без понятия да там что свои лицо стриме да ты в дебильной шляпе я в дебильной шляпе соломина шлепа какой кошмар тебе не нравится моя шляпа более того это плюс старая легендарный артефакт ладно ладно нет на самом деле не знаю я просто прикола про шляпу не понял так стрим смотрят не безразличные люди неважно забудьте сейчас мы будем умирать так что давайте сделаем это серьезными лицами водяной ходит последний знаешь филистину убираю 1 1 заброс пошел выполнить плохо поэтому давайте продолжим и плюс до 4 до 4 так 12 мимо жалко твой дат пролетает прямо на трон астр так а он вообще выглядит как то можно его еще представь трон такой вот трон состоящий типа из кристалла не я мужика пытаюсь представить вот мужик такой странный мантий такой типа старикашка но с синей кожей ну посиненный как утопленника прям перед вами сидит вот и сгорбившись и у него там и из глаз из ноздрей ушей и рта течет вода на это походу как лич только не ледяной а водяной водяной лить тут не туда отличий ну я обещал из вовки лечь только водой обтекает и я чуть-чуть отошел тогда и спущу на него священное пламя так и дело так 11 не уворачивается получается в 3 урона изучения ты видишь как вода дрожит потому что не попадает священное пламя туман стреляй а то мы живыми отсюда не выберемся туман почему я должен помогать этому дворфу помоги мне так ты в кого выстрел давай начнем с этого пусть я тебя знаю в меня ну не надо нормально чем я могу врагов придумывай если вы сами друг друга поубиваете я попрошу забить кто до кого залупается это вот очень-очень важно в данный момент стреляет и выстрелил у него естественно 6 урона есть а со всякими тумбочками волосатыми я разберусь после этой боевки филистина делает последняя команда убирается за спину людям достает и собственно из кармана крысу и как тимур на стреляет тоже за ты мог расскажи мне кто из них добавь до 4 духа везет 13 но это мимо боже после чего отбегается ромки спрена от паладинов привет ходит водяной и вы видите как он встает со своего трона трон превращается в воду сам он опадает превращается в воду и начинает восстанавливаться приобретая форму форму он начинает примать форму увидеть как из этой формы вырываются две ноги хвост три головы перед вами большая водяная гидра напомнить какой-то уровень опасности вот и гидра приближается пытаясь ты своими своими головами всего успел сделать что он сделал превратился вообще он и как бы и сам распался и потом трон его распался там все собралось вместе он андроид круга луны и он превратился за бонус это трехголовая гидра или что это за головой а из воды она 3 на 3 она 3 на 3 вот это было хорошо так 20 27 13 час это пацаны кому она подходит к шану и пытается вот себя своими тремя головами по черенок ну кобыл это так же у меня ци 20 до начала попадания в такой ситуации правильно хорошо что не по мне это 10 и 7 урона ты в ярости можешь от половины 10 и 7 это получается 5 3 8 так 10 это 5 7 это 4 и от 7 это 3 меньше меньше мета 3 до ну что я могу сделать в этой ситуации я достаю свой боевой между длинный меч я достаю свой длинный меч и бью его колючим ударом подскакиваю вперед и длинный теперь застегни ширинку и достать настоящий меч он тоже рад его видеть давайте не надо поверь он был настоящий если хочешь после этой боевки докажу итак и плюс 2 урона плюс 2 там плюх да твой меч проходит сквозь эту воду но вода получает урон ну вот это что получает урон ты вещь как она дружит теперь фраза вилами по воде звучит не так однозначно это все автор ну я продолжу пока то же самое пых чё такое за фигня сколько там до 8 так и гидра гидра вообще не ожидала этого поэтому подпаливается в два урона вода теперь не только дрожит а в колесе катак и светится не светится рожденных туманях поливаются так но я отойду вот сюда и я беру минус 5 берешь не а я понял действует да попало это плюс 10 и пожалуйста напиши потом макросы для отдельных мечтать 29 урона он прям попал и такая воронка образовывается в гидре и потом снова соединяет и когда спадает это благословение от астора еще один раунд прошел 20 секунд один раунд 6 секунд второй уже следующий круг понял ну закончил филистина филистина делать несколько пасов руками потом как не как его зовут профессор x прикладывает собственно два пальца к своему виску и смотрит на это существо макс я кастую detect source и тут тут же тут же филистина кричит как зовут твою хозяйку я немедленно узнаю мысли которых он думает прямо сейчас аургина 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 ангина да он работает на болезни аургина ну вообще да это все я могу делать только один вопрос но я бы не сказал один вопрос но грубо говоря допустим за бесплатно один вопрос задать а потом танки потратить другой действий окей понти влад а кто депрессить будет наема какие вопросы кто тут блять 529 урона прошу прощения я я не видел я моргнул в этот момент да 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 и гидра снова расприбляет свои головы пытаясь укусить шана куда-нибудь что он там достал так до такого можно сколько вот этой играли он сброску 8 урона сейчас не бонусы четыре урона так восемь шанса да мы четыре четыре даришь пока стоим хорошо да и знаки салюта в молчании удивительным для варваров боевой ярости я продолжаю наносить удар но те кто сейчас читают мысли могут ощутить бурю отрицательной ци которая поднимается в его сердце и в тот момент когда клинок пытается носить насти чему эту тварь изо рта выдается глухой низкий крик ну к сожалению я могу читать мысли пока один за раз давай здесь не поможет не поможет так что можно на самом деле я бы не был так уверен потому что последний раз я стрелял по чуваку ладно давай это огромная гнидра так нет но видите астер я кричу твоя богиня теперь здесь не имеет власти и еще раз фигачи давай он что-то он что-то думает об этом но он думает имеет и ты знаешь видимо имеет гидра разделяется на две части твою пламя ударяет тебя посередине и снова соедини на две части я сказал она разъединилась потом соединилась вернул слушай как ты думаешь как увернется такое существо от пламени который прям по нему попадает ты пропадаешь блин в этом я пропадаю поэтому мы переспрашиваем она разделилась потом соединилась на самом деле она могла сделать бэкфлип типа камон бэкфлип huge hydra она вообще из воды просто в том конкретном месте где ударяло пламя она такая в жук вода откатилась об этом вернулась обратно все но бэкфлип был бы крючек так короче соброжденный в команде я здесь роман так давай еще раз минус 5 типа я либо так попаду либо никак не попаду так погоди семнадцать попадание 27 мащи а прям а еще с после этого крючу что довидел я как твою аургину за кабаком местным бомжи того она из голов попадает она из голов попадает и вода с нее начинал он услышал странная с вами в поже опала голова вот и вода начинает печь по этой гидре образуя ледяную броню вокруг ней что как бы инфой я еще не успел поделиться вы уже и просто говорю что его я видел какого госпожу за кабаком туда-сюда по кругу без упоминания и так туманности до листина филистин а если что голову 2 и листина за свой бесплатный вопрос спросит у него кто такая твоя госпожа аургина аургина подумал он подумал об аургине ну она жива на животное не знаю растения чем я погодите вы не такой вопрос задали ему так крикнули кто твоя госпожа аургина я понял тогда за свой экшен я пытаюсь проникнуть более глубоко в его разум и он не должен сделать спас бросок по мудрости ладно сложность 12 так у него бонус пробросить ну все это он знает что пытался проникнуть его разум и меня вышвыривает так у них hydra который одну из своих голов пытается откинуть шан шан бросок по плитике либо акробатики так помнишь преимущество которое а это против захвата работает только преимущество грызи его зубами тупички не так сложность 23 вы стороны у меня сейчас ярости имею преимущество на проверке силы и спас броски по силе это считается да да если атлетику больше использовать конечно атлетику то что народ мне судьба тебя откидывает сюда так погоди погоди а до бросить до 4 нет это только на спас а ну ловер по просто не и после этого она в себя вдыхает и и выдыхает ледяной поток сорту астана что нужно сделать спас бросок по ловкости провал ты получаешь 21 ледяного урона тут надо что-то предпринять подойди к нему у меня с ника не работает секундочку то может быть я мог бы подхожу вплотную и использую отчаянную атаку чтобы толпануть преимущество людей я понял скорее всего на следующем ходу жесткая грибу но с другой стороны кто не рискует тот не тот не ворот так 16 попадание добра свой нет добрасывать уже нечего это у тебя слетела три раунда прошла точно 33 раунда согласен предыдущий когда не добрался тогда мимо отрасывать я сейчас тупо не попал ты сейчас тупо не помогу особенно тупо астана да у меня все пожалуйста напиток как бы не сдох еще продлить будете разбиваю пушку продлевают эти 2 часа кинуться я просто использую третьего да да и планирую попадает и на меня тоже попадает только на воздухе окей ладно у нас есть что full хп нам ничего не надо это на это надо вешать те же благословления согласен астр но я на всех повесил и на себя в том числе рожденный в тумане блин почему в ролл ролл 20 таких счетчиков чтобы считать там вот 10 раундов благословения дать в инициативе можно давать этим можно прописать я ли ленивый и мус 5 понесла так попал закидывать докидывать а улучшись не на 5 это 4 броня же появилась 21 какой 21 из минус 5 а ну да тогда мимо 16 его то же самое что это уже у вас тка хотя но до филистина так ну во первых филистин и подбегает вот сюда она подбежала после чего делает типа достает два кинжала и короче типа попадание после чего в хэндом так еще попадая анхит т т т т т т т т если он двигается то броня крошится падает но до сих пор висит ну связи с тем что я по нему бил я надвигаю такие 25 саму волна все могут бежать куда-то вот сюда без опоты я понял будет водяной и поэтому две головы пытаются устребиться в тебя укусить преимуществом преимуществом до так первая двадцатка попадание вторая тушь повторяем так пацаны хотите видеть как босс критует ни разу не при этом обе атаки 9 урон на нос хотелось обе атаки 9 то есть я получаю 8 до выгляди здесь ну что меня по кровь сами примерно наполовину то есть себя еще пол хп и ты возбухаешься тебе тяжело чё да и хрен с ним какие нежные танки пошли боже мой отчаяние так и с преимуществом и отчаян до не попал попал да а твоя удара броня броня полностью посыпается и уже снова вода трястись начинает ну и дальше что я могу крикнуть что-то в духе за смерть моего господина ты твоя госпожа заплатите или просто ты сам решая что-то кричишь вода найти не кричит ужас не говорит я тогда сейчас подумаю наверное сделаешь шаг назад и делаю попытку не откинуться хорошая попытка мне нравится неправильно последняя циферку убираем шестерки последние ты типа за второй круг хотел вот и сразу говорили окей да да за второй круг так это был 18 да вы видите как астр отошел начался лапать ему стало бодрее провел рукой поэтому снимая с себя одновременно сосульки и прочую всякую ерунду которая намерзла вот и видно как что после того как рука проходит по тем местам где были рада не затягивается почти полностью окей рожденный в тумане ну давай опять с минус пять давай пять с минус пять он как раз без брони 27 урона просто снова воронка такая появилась большая болель чесника так хреново падает что на тупо неуязвимых физическим атакам не она не неуязвима на скорее всего или имун каким-то атакам или половинчатый урон не ну просто мало ли вдруг он решит нам это сказать подожди но у нас уже одна голова отвалилась значит ничего не ему продолжать я думаю она из-за обиды отвалилась ну вот кстати да мастер давай о чем еще чем быть обидный крик на про его господа кричи пока филисты расходи его господа настолько уродливая что лошади по сравнению с ней это эталон краски вообще не оскорбление лошади красивые животные вот мы и узнали кое-что новое про астера оскорбление так но она подбежала короче макс я считаю что каждый удар ножом делаю с буром блейдом ну то есть первый удар на ножом я делаю с ним альма нет подожди ты не можешь каждый удар с буймин блейдой делать подожди ты меня вообще обманываешь нет я делаю первый удар ножом который не отрели нет Ты, если делаешь Booming Blade, ты используешь заклинание. Ты не можешь уже оффхенды после этого бить. Тогда не бьешь. Это не действие атака. Я что-то сам запутался, а ты меня обманываешь. Как часть действия используемого, чтобы скастовать это заклинание, вы должны совершить атаку рукопашную оружием против одного существа в пределах действия заклинания. В противном случае заклинание спадает. Ну, там... Ты не используешь действие атака. А какое он использует здесь? Он использует заклинание? Он заклинание делает контрепщит? Да, я использую заклинание. Да. Все, давайте. По-моему, если... Давайте потом разберемся, пожалуйста. Я вам говорю, что вот так правильно. Я мастер. Я не кинул этот сам. Я буду каждый раз кидать Booming Blade, если я использую. Хорошо. Вот тогда без оффхенд. Ну, короче, два урона. Запиши, и я отваливаю. Да, окей. Два урона. Так. Вденой. Ну, что-то интересно. Пыхалка опять сейчас. Мастер, тебя просят включить что-нибудь, кроме венгерской. Это не венгерская. Ну, ладно. Кроме венгерской. Я думаю, что я не уйдю без дума. Да, блин, я вам реально говорю, после последней обновы в роли хрен музыку найдешь. Ну. Сойдет? Давай. Пойди, гидро ходи. Гидро ходит. Скай, Шан, хрен, гидро. Шан, тебя снова голова пытается ударить и откинуть. Атлетика или акробатика? Превозмогай. Я буду защищать с атлетикой. Защищайся с атлетикой. С преимущества. С преимущества. Сложность. 21. Тебя снова оттолкнули. Подождите. Один до четыре докинуть. Не, один до четыре. Там, по-моему, только на такие скиллчейки. Но можете проверить. Нет, там на спас-бросок. Это же не спас-бросок. Это не спас-бросок. Ладно, что со мной происходит? Тебя голова просто так берет и пододвинься. После этого гидро... Типа аккуратно поднимает и аккуратно пускает. Проходит. Нет, 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 нет. Поворачивается. И запускает луч из своего рта по Астеру, рожденному в тумане. Спас-бросок по ловкости, пожалуйста. Провал, Астер. Туман удалось. Астер, 23 ледяного урона. туман 11 ледяного урона я подхожу к ней и снова отчаянно атакую сражайся со мной трус или твоя госпожа набирает лишь трусов на служение и ты видишь как еще одна голова опала и стала броней на нем сейчас еще одна голова и если что броня выглядит как такой ну там и шлем какие-то сосульки растущие отовсюду по всему вот этому водяному телу искать крупа появляется я же выбросил да вообще-то вот из преимуществом кидаешь ты этот конечно я же да да проброс все нормально блес остался личная там на первом броски у тебя вообще единицы 120 я так астар так я отхожу сюда блин и как бы не отъехать еще раз да и открываю божественный канал внимание говорит клей так если ну ладно те я себе накидываю получается 10 12 нет не 12 10 10 китов остальные 5 распределяется если у кого-то меньше пол хитов он может себе добавить у меня больше у меня тоже на 4 то значит никому кроме меня но я себя чуть-чуть полечу 50 чуть-чуть полечу в состав да да рожденный в тумане рубить ее с удвоенной скоростью с криками но 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 я убегаю вот сюда я подожди вот сюда нет ты уже определись короче в листом и ходи про я не знаю ширину луча ладно потому что рома слишком хорошо кота отыгрывает тут не может определиться куда пристроит так но он с броней так что без минус пяти но до него поищи перескайся вы 16 мимо до 16 минут до но и урона то ноль было ладно филистин окей но идея простая она подбегает отсюда делает в курсе так хватает для 40 ладно там 35 было или 30 потратить попадали здесь броня осыпает после чего она отбегает окей будет водяной но которым единственное что остается кусать дворфа стоящего перед ним сколькими головами за раз одной одна только осталось но это крыль круто сколько я получаю урона половину половина 19 то есть 9 да укусили на 9 урона фанга сейчас был бы очень неплохо получить вон того восстановление от астрона я отчаянно бит я не знал сколько да почему он получает пол урона потому что он варвар в ярость что я варвар в ярости я варвар телохранитель буддист в двор китаец яры ярость для пусик получать пол урона попадая а даже так даже так до меня упало просто ну я наношу 7 урона не 57 я я забрался куда приходит кастер мне больше нечего сделать астам я откажу еще сюда и пищу горе уже калий бить ой чем преимущество так и ты попадаешь змеюка светится а часть рожденный в тумае с минус 5 минус 5 вперед точно мимо даже без доброс серьезно 12 минус 5 надо прописать себе отдельно букс минус 5 вот у меня фланкирования на всякий случай нету да но типа я я просто это в том числе для того чтобы получить от попадать окей лучи добра первое мимо второе попадание а погоди 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 первое мимо это еще а ты добра когда попал попал нас и чего на 11 до до 9 будет водяной теперь правило линии мне бы вспомнить там папа 2 со смещением не давайте не будешь вспоминать свои правила лиги мне не нравится это слово подойдя сюда гида выпускает линию и шаблон и какого хера у нее дальность этого луча бесконечная 60 на самом деле заклинание молния глянь аналогичного письма просто полупси пожалуйста иди ищи шаблон луча или я те единицы засчитываю а нужны уточню что потому что он видит этот луч по ловкости если у него уже есть такая способность до адвантаж не забывайте броши 4 продайте придан за 4 не забывайте так так я с преимуществом преимуществом ловкость до добавление до 4 сколько сколько блин спас бросок оба из вас преуспели это было восемнадцать ледяного урона вы получаете по 9 варвар получать 4 половину варвар 4 4 4 4 туман геймс в смысле урона сколько 9 9 9 так на этот раз я бью просто потому что он вроде как без брони будет будет и про вижу там он не это я сам смотрел него вот надо же было тебя слишком подморозил это не привык низким температурам астер сдохни уже пых вот это вы как это точно пых и цепых это пых у тебя к сложность 13 но вернулась она вернулась от пыха рожденный в тумане но она без брони давай минус 5 создаешь новую воронка которая просто знаешь как если человека взорвать вот так же вода взрывает в разную сторону что происходит вокруг или сена достает свою людьми начинает играть тему победы потому что я не знаю про какую часть и говорить а там везде почти одинаковые труба нет труба нет это вода хотя тело тело того чувака внутри вы нашли так я подхожу к этому чуваку и хватаем он еще жив нет но я из вас какого перцепшена пассивного больше чем 18 замечает что вода начинает пить по стенам вверх больше скальки пассивная 18 нереально они погодите гоню 13 извините это норм я ничего не замечаю на верх пуляйте в кристалл но насколько высоко четыре метра высоты да пофиг мастер с половиной стреляет бросок атаки да давай даже с минус 5 кристалл не существо на всякий случай поэтому она не может быть я понял 15 попал попал 18 кристаллов валилась но вода стекает на кристалл и образует что-то вроде кокона и этот кокон постепенно начинает зарастать и кристалл как будто бы увеличивается стреляйте стреляйте в него думаю в этот момент я уже могу отреагировать и начать бросаться бросать у меня типа 10 стрел осталось так что я пожалуй просто постою я вообще не выстрел что нет стрела в воздухе короче вы поняли исчезла стрела в воздухе рассыпалась в гоблинском плече филистина стреляет но так это тумана осталось мало стрел а все заняты делом я обыщу старика 19 поц предполагает что куда они 8 урон цель болят до 8 уронов вода сжимается кристалл образовался больше и он начинает трескаться сейчас откуда-то вылезет филистину тактически прячется за 2 2 2 берет меч и заготавливает атаку чтобы как есть какая-то тварь туда вылезет сразу же атаковать хотя нет дротик я далеко я буду метать дротик если она появится мастер я хочу обыскать труп этого бомжа это высказывается это дрянь ты на это потратишь времени гораздо больше чем дрянь один раунд что его тратить и прямо упадет меня там сидел осталось и чуть-чуть или инвестигейшн пожелание то инвестигейшн или персапшн пожелание ты находишь у него 4 серебряные и 7 медных монет отлично вот и и как яйцо части камня начинает опадать и вы видите в высоте женский образ она как будто бы плывет подожди а раньше какую с помехой бросает а больше 20 получается да ты в нее попадаешь она она очень недовольна тебя смотрит проводит рукой и стены вдруг превращаются в воду и вас смываете на сегодня предлагаю закончить окей я ранил божество неплохо ха божество ебал я божество да бакс это тебя божество ебало от ссылочки если бы если бы не твоя сила воли ты бы там так и остался нет если бы не один паладин я бы провел свою жизнь прекрасно не спасая материк который потом уничтожили никто не уничтожил ну как сказать погоди что я услышал тему из охотника за привлением выглядела немножко так похоже ну в принципе можем расходиться вы можете меня похвалить или поругать как сегодня игра прошла да если молодец ты негодяй поругаю давай музыка она меняется не слишком оперативно поэтому делать отдельный треки переключать прочно а сделать плейлисты надо будет посмотреть окей это тут очень просто делать когда открываешь я вообще-то мне другой надо искать они обнову типа сделали теперь только свои треки загружать но у тебя доступно только 100 мегабайт и много треков я не загружу да но суть в этом суть в том что у тебя какое-то количество треков есть и могут просто их чтобы они сами внец играл да 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 надо придумать и я понял надо будет просто подобрать сейчас сложную музыку подбирать нам в руки хорошо а так в целом мне понравилось отличная загадка довольно логичная да и хорошую поспать напряжен я даже немного так сказать не этот я пути по неполноценному ангидру сделал тем более на из воды специально было но было относительно рассчитывается тем более у меня только при головы бочит потому что вообще у меня сейчас все заклы закончились все но мы не узнали тем не менее важную часть информации да какую женщину вы ранили это на самом деле гениальный вопрос гениальное решение стрелять в кого-то кто появляется сразу не поговорив это вот просто 12 из 10 но как бы она появляется из того из того же чувака который нас до этого бил не совсем а так на всякий случай ради тех кто сама начала тут играет это понял это три человека это но не то геймом конечно чтобы вам интересно было это тот именно камень которую изначально у этой волшебницы искали то есть он разрос да не важно на стрелять почему сначала не поговорить ну шо за тупая логика ну нахрена стрелять стеклянную банку нахрена руками голыми не лозить по острым лезвым спрятаться нет я как долбоеб буду елозить банками туда-сюда и брутфорсом подбирает загадку это же так всем спасибо да народ на стриме я большинство из вас знаю но спасибо что пришли с людьми со стрима типа сейчас заканчиваю все давайте пока пока люди со стрим